Я представлю вам пятый элемент в инвенцио. У риттеров, у римлян не было этой части, но у греков, греки правда подразумевали, у римлян не было, но сейчас я вижу, что это очень важная часть, очень важная, она связана с таким понятием как нарратив, нарратив это такая небольшая речь, небольшая история, у каждого из вас есть история в широком смысле, ну прошлое, но прошлое у вас не такой легкий одновременно, да вот я и вот я вот сейчас здесь, вы же одновременно это не видите, вы видите какие-то значимые события, что такое событие, например свадьба, а драка, помнишь Васёк там, это история, как Васёк сел в салаг на свадьбе, очень увлекательно, но это запоминается, то есть наша жизнь это такие как бусинки, нанизаны на историю вот этой нарратимы, и люди хорошо мыслят историей, дать им определение, тезис это субъект и предикат, ну некоторые конечно поймут, но большинство не поймут и не будут, а вот если привести пример какой-то, спрашивают, приведи пример, вот преподаватель, говорит, ну что ты мне рассказываешь, приведи пример, и ты говоришь, а вот это, он понимает, что вы понимаете, раз вы могли из понятия сделать пример, когда вы готовите речь, подготовьте небольшие примеры, небольшие истории, ну понятно по, ну надо смотреть, кто рецепиент, ну а вот, допустим, Марку рассказывать притчу о пончике, наверное, вы не успеете ее рассказать, но что-нибудь короткое, ну что может быть в качестве вот этих примеров, да, да, пример, пример, ну вот я когда готовился к этому занятию, я когда дошел до этого пункта, я вернулся обратно и стал каждому придумывать примеры, потому что некоторые я пропустил, но я понимаю, что чем больше примеров, тем она красочнее, иногда уже сюда, тем речь будет красочнее, но самое главное, тем она будет убедительней и запоминающейся, но это уже кроп-к, то есть очень много функций у примеров. что можно рассказать, это историю из своей жизни, а вот у меня был свечей, какие я вам сегодня еще истории рассказал, анекдоты, ну а про дочь это из моей жизни, да, анекдот рассказывал, фильм, вот был фильм, ну это я под общий топис постараюсь, а нет, тут я повышал свою экспертность, что я еще и вот такой с искусством сразу, да, тут может быть несколько функций у примеров. Хорошо бы подготовить для речи небольшую историю, но я призываю вас написать маленькую историю под свою ситуацию. Посмотрите, пожалуйста, какие есть вопросы. Слушай, вопрос. Да, вот просто. А что тебе отдал историю сейчас? Нет, не-не-не. Вот просто к примеру, можно отнести к примеру устойчивого выражения? Например, сегодня Игорь говорил, вот на одно из выражений контрольный. Это можно считать как к примеру или нет? Поговорки, пословицы, анекдоты, да? Ну да. Афоризм. Знаете, афоризм, ну фразеологизм, да, именно фразеологизм, они воспринимаются как слово, как единое слово. Не как история. История все-таки это то, что сочетано из нескольких частей. А когда мы говорим фразеологизм, у нас это в кириаде, в кириаде, еще что-нибудь, да? То у нас воспринимается это как единое целое. А история это все-таки собрано из элементов. Там у нее есть начало, продолжение, завершение. А Игорь, например, говорил про, когда не очень поговорить про погоду, моду и природу. Да, он говорит, там была история, он говорит, вот моя, ну правда, я его вынул у него потом. А, это выдернуто просто из контекста. Он сильно сжал, но потом мы рожали. Была история такая. Моя мама мне рассказывала, что природа, погода и мода, это то, о чем можно поговорить женщине. Да? Удаленно. Уча с вами. Это история. Уже классно смотрит. Не просто было, он просто сказал, то-те-те-те-те. Это определение, понятие. А он облачил, даже он придумал это. Придумать может. Но главное, видно, что это живое что-то, да? Это было в жизни. Это представление. Какая же мама, если он такой сам крупный. Вот как она у нас с ним это все рассказывает. Это уже хорошо. А можно, допустим, если даже на примере Марка, да, обращаться к опыту жизни слушателя? Да. То есть, например, если представишь, что они уже долгое время знакомы, и уже там Марк заслуживает авторитет перед этим человеком, да, как бы уже в какую-то ситуацию вот так его выручал. Да. А помнишь, вот я там тебе говорил, и вот тогда ты там получил хорошую прибыль. То есть, получается, еще можно и привлекать истории из жизни оппонента, если они есть. Ну, если ты о них знаешь. Они всегда есть. Нет, если ты о них знаешь. А вы помните, я зашел несколько секунд назад сюда? Как вы на нее посмотрели? Ну, например, так. Всегда есть какие-то истории, да. Но истории вообще там на эти кладезь, там можно столько функций туда нафаршировать, они хорошо… Можно вопрос? Да. Вот эти примеры, они… их цель как бы, собственно, какая? То есть… Поддержать тезис. То есть, они как аргумент или что? Как отличить, например, пример от аргумента? Давайте вот это переделаем в историю. Помните, когда в прошлом квартале, а, как они говорят, квартале, я принес вам тонну полочек. И буквально, буквально через три часа, сколько от той и той нам осталось в эту историю? У нас манипуляция небольшая, но я оставил вопросительное предложение. То есть, это переделаем в историю. Или, например, пончики – это же американская штука. Это можно выявить из какой-то там, ну, из американской практики. Там же много историй про пончик. То есть, пончик, который раздавил человека. Как-то рассказать такую историю. Ну, будет развлекательный элемент. Ну, смерть человека, кровь от пончика. Это будет развлекательный элемент – это тоже хорошо. Это поддержит, это удержит его внимание. Еще история лучше держит внимание, чего определили. Представьте себе, если бы вся лекция была на историях. Причем, полезных историях. Не просто там, куда я летом ездил, а история про структуру правовой нормы. Как бы лучше была лекция? Вот у меня, допустим, изначально цель была, допустим, дяде я купил там глазные капли. Мне нужно убедить, чтобы он пользовался. Вот, допустим, аргумент к авторитету, что буквально две недели назад я сам на себе их испробовал. И в то же время пример, да? Допустим, я, допустим, что буквально я там две недели назад сам с помощью капель вылечил. Да. То есть получается, что пример и аргумент к авторитету у меня схожи? Ну, может быть, я же говорил, можно, например, два аргумента. Один аргумент вы оставляете в чистом виде, а другой аргумент вы переделываете в историю. Знаете, когда я пришел с парой, после одной из пар, у меня, ну, вы говорите о своем виде один, у меня, знаете, как песок в глазах. Я вот не знал, что делать. И вот тут у меня одногруппник есть, ну, с медиками связан. Он говорит, вот такие карты запробуют. Я попробую. И вот утром, ну, как вот, как рукой снег. У меня в рекламе часто используются, ну, там же составляются истории. Бублики ходят. Все-все-все-все. Подкрепление аргумента получается, да? Пример. Подкрепление аргумента получается, да? Подкрепление аргумента. Подкрепление аргумента. Это поддержка. Как поддерживает, то называется. Поэтому они у тебя есть это, ну, сводятся. Лучше все-таки тезис так говорить. То есть аргумент такой тоже проговорить. Может быть, выявить там или нет. Да. Ну, подача, спасибо. Все, замолкаю. Черт возьми. Пожалуйста, у кого есть возникли вопросы по примеру? Очень рекомендую. Очень классно что-то. Я не замечал, вот буквально по этой осени. Для меня эта часть очень вышла наружу. Очень хорошо воспринимается к примеру. И для простой речи, и для убуждающей речи тем более. Да. Дайте, пожалуйста, технику, как на ходу придумать, например. Технику, как на ходу придумать пример. Сначала придумать не торопясь. Потом еще раз не торопясь. И еще раз не торопясь. А уж потом не торопясь придумать еще раз. И еще раз. И через некоторое время у вас это войдет в автомат. То есть здесь идея повторена. Чем больше основных частей. Историй? Да. Ну, не общих. Тот, как вы сказали. Начало, все время, конец. Я только что хотел вам еще это рассказать. Что-то новое. Это не так просто, как кажется. Большинство историй без начала и без конца. Я думаю, это будет интересно. Хотя бы выдержать эту структу. А так внутри, конечно, есть какие-то правила. Но я просто не знаю. Есть, например, ну там. Это же все уже пошло из литературы. Литература. Корнями в литературу. Например, рассказ. Да? У рассказа есть своя структура. Четкая, определенная. Какие написать рассказы, следуйте этой структуре. Есть структура написания диплома. Это тоже четкая структура. Я думаю, у рассказа есть анекдот. Анекдот там тоже есть четкая структура. Тост. Там тоже он состоит из двух частей. Это каждый раз надо смотреть. В данном случае я вас призываю, как французские адвокаты. Они так говорили. Набирайте просто истории. Кто-то вам рассказал, вы думаете, опа, опа, классно. И все. Потом опа, опа, еще, опа, классно. А потом раз какая-то ситуация, а вы такие, о, о, как парень покупал презервативы. Хопа, вспомнили и рассказали. Т.е. просто набирайте. На самом деле. Сначала помнишь, а дальше не помнишь истории. Надо быстро придумать. Ты знаешь, и пауза такая история. Или начал, наоборот, и что-нибудь про другое подумал. Бывает, что люди разные, думают. Несосредоточен на разговоре. бродит, хорошая такая история, начал, а не забыл. Ну, это вот мемория, это работа с памятью. Считается, вообще-то, что история – это хорошая, ну, меммоническая, меммоническая – это работа с памятью. Хочешь что-то запомнить – запомни историю. История легче запоминается, чем определение. Например, сказка – это история, хорошо? Красно вспоминается. То есть, надо какую-то просто уловить ее логику, что там было, какой конфликт там был. То есть, и тогда история вся запоминается, она прямо у вас, как нарратив. Нарратив – такой вот янтарь, и он войдет в вашу память, и навсегда там остается. Когда вам надо, вы говорите – а, вот он, раз. Про стакан и воду. А это вот вы про это. Вот расслабляйтесь. Есть ли еще вопросы? История – это вопрос. История – это вопрос. История – это вопрос. Продолжение следует...